Тем временем в Европе все больше говорят о необходимости мирного урегулирования конфликта. Так, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Маггерини заявила, что Россия и Евросоюз, несмотря на существующие противоречия, могут найти общий язык в решении сирийского кризиса. По ее словам, Брюссель хоть и испытывает беспокойство в связи с военной операцией Москвы, но в первую очередь видит в России полезного политического игрока. Россия может играть существенную и важную роль в оказании давления на режим Башара Асада и вовлечении его в политический процесс. Евросоюз может напрямую контактировать с Россией, чтобы понять, можно ли добиться в Сирии начала политического процесса и политической трансформации. Схожий взгляд на проблему выразил и министр иностранных дел Словакии, который призвал сотрудничать в мирном урегулировании не только с Россией, но и с соседями Сирии, несмотря на то, что с некоторыми из них у стран Запада непростые отношения. Об этом же пишет и британская пресса. Так влиятельная Financial Times опубликовала настоящий призыв к своему правительству. Вместо того, чтобы тратить еще больше времени на состряпывание необоснованных оправданий для сбрасывания бомб, Кэмерону следует выработать надлежащую политику для урегулирования конфликтов в этом регионе, которые принимают все более широкий размах. Нравится это британскому премьеру или нет, но он должен начать сотрудничать со всеми сторонами, оказывающими влияние на развитие ситуации в регионе, включая Россию и Иран, Турцию и Курдов, Саудовскую Аравию и ее союзников.